Закладной камень Закладной камень стал символом рождения для липовой аллеи из 65 деревьев, высаженных в центре Оренбурга в честь 65-летия Победы. Торжественно и красиво проходила 6 мая 2010 года закладка основной территории Ботанического сада УГУ в районе комплекса общежитий ВУЗа. Столь значимое событие объединило тогда всех – студентов, преподавателей, руководства города и области, общественных деятелей. Так, юбилей Великой Победы стал днем рождения нового участка Ботанического сада Оренбургского государственного университета. Каждый университет, который осуществляет подготовку специалистов по естественным наукам, он просто обязан иметь подобные научно-образовательные подразделения. И вот в старых классических университетах они есть. Есть ботанические сады, которым и более 100 лет. Для нашего университета, да и не только для университета, и для города, и для области – это очень важный момент. Ведь у нас ни в городе, ни в области нет подобного объекта. Кроме того, можно же еще отметить, что формирование такого ботанического сада в густонаселенном районе, в котором скоро будет вот та территория, это же еще и появляется функция городского парка. И опять-таки в городе Оренбурге, ну, я могу сказать, нет ни одного приличного большого парка. Поэтому этот объект, он двойного назначения. Решение об организации ботанического сада было принято в 1997 году. Но настоящий импульс для своего развития он получил только в 2006-м, когда за садом был закреплен участок площадью 2 гектара на территории учебно-научно-производственного комплекса. Сотрудники сада начали формировать на выделенной земле коллекции редких и исчезающих растений. Заложили березовую, яблоневую и лиственничную аллею. Затем строительство теплицы, работы по созданию питомника древесно-кустарниковых кульсур, сооружение Альпийской горки с водоемом и каскадным ручьем, прокладка пешеходных дорожек. Работы по благоустройству шли и на новом участке ботсада на улице Терешковой, на 24,5 гектарах, где подрастают под жарким оренбургским солнцем 65 молодых лип. Было сделано многое. Пробурили две водные скважины, установили насосы, провели высоковольтную линию электропередачи, смонтировали подстанцию, выполнили подготовительные работы для прокладки сети дорог. Любой сад для нашей местности, вот любой, вот даже возьмем, не будем говорить, он ботанический там или хоть какой, это сад, это деревья, это жизнь, это чистый свежий воздух. А тем более, что здесь, в университете, это же будет и с научной точки зрения наблюдаться, и студенты здесь будут применять свои знания. Это вдвойне здорово. И, конечно же, эту инициативу надо поддерживать. Весной 2011 года здесь же, вслед за Липовой, была заложена Южная Каштановая аллея. В торжественной церемонии приняли участие руководители ведущих промышленных предприятий Оренбуржья первые лица области. Светущая сакура. Теперь эринбуржцы смогут любоваться ею. 24 апреля 2012 года в ботаническом саду была заложена аллея уникальных для нашего климата саженцев, переданных в дар ОБУ друзьями из университета Хиросимы. Это уже цветы. Цвет уже меняет. Белое раскрывается. Как только у нас событие случится, что зацветет вот эта аллея, то мы сделаем видеоотчет и представим им в университет Хиросимы. Это действительно здорово. Сегодня ботанический сад Углух первый и единственный в Оренбуржье, расположенный на территории степной зоны. Сад одновременно является и музеем живой природы, и местом проведения научной работы. Основное ее направление связано с интродукцией, испытанием и закреплением в степной зоне видов и сортов растений из разных ботанико-географических областей страны. На территории ботанического сада расположена самая крупная в городе Оренбурге коллекция растений-интродуцентов. К ним можно отнести орех грецкий, каштан, хинамелис маулея, барбарис тунберга, дуб красный, магония подуболистная, из хвойников это сосногорные, различные виды туи и можжевельника, пихта, кедр. Коллекционный фонд открытого грунта ботанического сада составляет 550 таксонов или единиц из 74 семей. Ученые ботанического сада Углух круглый год занимаются отбором и выведением новых форм и сортов растений, наиболее стойких и продуктивных в условиях степной зоны Южного Урала. Здесь представлена прекрасная возможность мне проявить себя как плодовода. Здесь мы работаем не только с сортами и формами по двое промышленного плодоводства, но и с декоративными формами плодовых культур. Яблони, потом декоративные формы боярышников, рябины. Все это пойдет в конечном итоге в город и значительно украсит наш быт, наш досуг здесь. И подбираются те формы, которые наиболее и газоустойчивые, и в декоративном отношении, и так, пылеустойчивые, жаровыносливые и неприхотливые на наших довольно-таки тяжелых почвах. Частые гости здесь – оренбургские школьники и студенты. Гуляя по живописным тропинкам сада, они значительно обогащают свои знания в области ботаники. Во все будущие учителя биологии, в Сонинском учебнике очень много написано про стрелалист, поэтому лучше его рассмотреть. Напоминает форму наконечника стрелы. Плавающие они более закругленные формы, и здесь не видно в воде более такая ленточная форма листа. Я считаю, что в нашей Оренбургской области нет такого видового разнообразия растений, а вот ботанический сад как раз и сохраняет все эти такие интересные виды. Кто здесь не был, посоветую, конечно, сходить сюда, потому что этот ботанический сад, мне кажется, не оставит равнодушным никого. В ботаническом саду предполагается решение три единой задачи. Сбор и сохранение коллекции живых растений – это работа связана с сохранением генофонда, научно-исследовательская работа, направленная на расширение культурной флоры региона, и образовательная и культурно-просветительская деятельность. Ботанический сад Оренбургского государственного университета является неотъемлемой частью его единого учебно-научного комплекса, как подразделение, в котором осуществляется биологическое и экологическое образование и просвещение граждан. Красота природы в сочетании с новейшими тенденциями ландшафтного дизайна. Пока это только фрагменты дипломных работ студентов архитектурно-строительного факультета ОГУ. Впрочем, в планах руководства реализовать на территории нового участка не менее интересный проект под названием «Сад чувств». Его цель – помочь слепым и слабовидящим людям испытать радость познания окружающего мира. Перенести научные достижения на городские улицы и площади – это задача, которая стоит перед ботаническим садом ОГУ. В его питомниках специально выращиваются различные виды деревьев, устойчивых к условиям городской среды. Полученный посадочный материал расходится по детским садам, школам, больницам Оренбурга. Таким образом, растительные коллекции ботанического сада ОГУ поддерживают и улучшают здоровье людей в масштабах города и области. Много уже что сделано, много еще предстоит, что сделать. Я думаю, при поддержке областных, властей, правительства, тут и лично губернатор поддерживает, и он дерево уже посадил. Я думаю, город подключится, многие организации, отдельные руководители понимают важность этой проблемы и помогают нам. И это будет дальше развиваться. Ну, лет через 10 увидим, наверное, первые такие хорошие контуры вот этого вот, нашего замечательного ботанического сада. Я считаю, что это будет уникальный парк, и много людей получит удовольствие от общения с природой, которую мы там должны сформировать. Вот такой вот замечательный уголок зеленый в нашей выжженной степи. Редактор субтитров А.Семкин